В Казахстане от должности главы Национального банка освобожден Григорий Марченко. Об этом сообщил лично президент республики Нурсултан Назарбаев, подчеркнув, что Марченко уволили согласно поданному им заявлению по семейным обстоятельствам. Он много лет работал на этом посту, в том числе и в трудные годы, унес большой вклад в развитие финансовой системы нашей страны, работы Национального банка, управления Национальным фондом, за что я ему благодарен, и ту благодарность я ему сказал. Григорий Марченко в Казахстане – это почти нарицательное имя. Он стоял у истока в Тенге вместе с Доулетом Симбаевым и Аразом Жендосовым. Национальным банком и монетарной политикой господину Марченко пришлось руководить дважды. На его же счету две девальвации Тенге в 99-м и в 2009-м годах. Экономический обозреватель информационного агентства ИТАРТАС Игорь Моисеев неоднократно встречался с Григорием Марченко для интервью. Он называет казахстанского банкира не иначе, как перед веком, которому удалось выстроить перспективную и продуманную финансовую систему в Казахстане. Марченко всегда призывали на хозяйство, уж извините за обранное слово, не совсем литературное, тогда, когда стране было плохо и Марченко всегда справлялся. Ну вот хорошо, что у Национального банка Республики Казахстан и у Республики Казахстан есть такая палочковая ручалочка. Вот у нас в России его сравнить, пожалуй, можно только с Чубайсом. В кругах приближенных Григорию Марченко его называют фигурой, приближенной к президенту и даже его козырным тузом, которым не жалко пожертвовать в политических целях. Ему сходила с рук критика решений вертикали власти. К примеру, назначение Даниала Ахметова премьер-министром он без запинки назвал кадровой ошибкой. Его кидали на непопулярные решения вопросов. Все-таки, если что, то он вроде как не национальный кадр. Взять хотя бы пенсионную реформу. Журналист Моисеев подозревает, что именно она стала поводом для снятия Марченко с должности в Нацбанке. Неудачная попытка поднять пенсионный возраст женщин, если я не ошибаюсь, с 58 до 63 лет, он вызвал настолько сильное неприятие в казахстанском обществе, что президент Казахстана вынужден был обвинить, в том числе и национальный банк, в том, что они плохо провели информационную кампанию. Марченко всегда был очень неудобным. Он жестко всегда отстаивал свою линию. Свято место, как говорится, пусто не бывает. Не успел Марченко уйти, как его кресло занял новый председатель. Политическая звезда преемника главы Нацбанка Кайрата Келембетова взошла внезапно. Он же подписал когда-то воззвание молодотюрка в ДВК. Он же вертел экономическую политику правительства после опалы. А пять лет назад возглавил свое детище, фонд национального благосостояния Самрук Казына. Между тем, в соцсети Facebook уже справляют поминки по Марченко. Один из известных казахстанских финансистов Айдан Карибджанов предлагает налить водки и выпить, не чокаясь. А после, пожалуй, задуматься, кем же для Казахстана был и остается Григорий Марченко. Андрей Заокский, Евгения Сазонова, Александр Артемов, Москва, телеканал 1612. Продолжение следует... Продолжение следует...